Столтенберг, если прекратит воевать Путин, наступит мир, если Зеленский, Украины не станет. НАТО поддерживает Украину, поскольку победа России сделает мир более опасным. Авторитарные лидеры поймут, что с помощью военной силы они могут добиваться своих целей. Об этом сообщает РБК Украина, со ссылкой на интервью генсека НАТО Йонса Столтенберга в программе «Конфликт зоун». Он отметил, что главным приоритетом НАТО является оказание военной поддержки Украине. Столтенберг сказал, что победы на поле боя – это заслуга ВСУ, но без поддержки НАТО они не смогли бы добиться этих успехов и отбросить россиян так, как это было в течение последних недель. Мы должны помнить, что если Путин и Россия прекратят воевать, наступит мир. «Если президент Зеленский и Украина прекратят воевать, Украина перестанет существовать как независимое государство. И мы не хотим, чтобы это произошло. Именно поэтому мы поддерживаем Украину», – сказал генсек НАТО. Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО невозможно запугать или заставить мириться с ядерным шантажом со стороны России. Он отметил, что угрозы РФ преследуют цель шантажировать партнеров и принудить прекратить оказывать поддержку Украине. По его словам, если так сделать, в Украине победит президент Путин. Это пошлет очень опасный сигнал всем авторитарным лидерам о том, что применяя военную силу со всей жестокостью и нарушая международное право. Они добьются своих целей. Это сделает нас более уязвимыми. Это сделает мир более опасным. А посему, да, риски есть при всех вариантах в этом конфликте. Но я думаю, что риск позволить президенту Путину победить намного выше, чем продолжать поддерживать Украину, – сказал он. Столтенберг отметил, что Альянс в случае ядерного урода, будет реагировать в зависимости от вида атаки, обстоятельств, контекста. По его словам, Россия знает, что это будет иметь серьезное последствия для нее. Напомним, НАТО собиралось передать Украине сотни станций для борьбы с иранскими дронами. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм. РБК «Украина» в Телеграм.